Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору моего последнего продукта, который я получил от Саванли. Это гель алоэ вера 95%. Очень классная вещь. Я его тестировала около недели и я его использовала в основном даже чисто как крем для лица. Даже один раз попробовала как крем для тела, точнее, ну да, можно сказать, как крем для тела или как лосьон для тела, или как гет для тела, если хотите. После душа и очень даже довольна результатом. Он действительно очень хорошо увлажняет кожу и лица, и тело, и заживляет мелкие ранки. И, в общем, в принципе, практически все, что здесь написано, потому что пока что я еще солнечные ванны не принимала. Просто потому что у нас еще нет такая погода. И буквально вчера у нас вот выпал снег. Ну, можно сказать, что уже позавчера, потому что уже день подходит к концу, и я снимаю у меня на часах 20 минут 11 вечера. В общем, это что он у нас делает. Успокаивающее средство после загара. Увлажняющая маска для любого типа кожи. Я думаю, что можно, в принципе, на основе этого геля сделать какую-нибудь маску для лица. В основном это действительно 95% именно геля Алоэ Вера. Так, заживляющее средство после пилинга или депиляции. Я думаю, что не только после пилинга или депиляции, и даже просто каких-то мелких ранок. По крайней мере, на меня вот оно так действует. Противовоспалительное средство для жирной и проблемной кожи. Это вообще спасение зажирной и проблемной кожи. Тут 200 мл. Срок годности оно также, как и другие продукты с авангелем 12 месяцев, сделано у нас 15 марта всего года. До тела лица нанести необходимое количество геля Алоэ Вера на кожу массажными движениями в третях кожи. И состав у нас тут, это как раз вот сок листьев Алоэ Вера. И на втором месте это Е410, то бишь камень трешкового дерева. То бишь, наверное, как консервант. Потому что, в принципе, сам по себе гель Алоэ, он недолго живет. Ну, без всего в чистом виде он, конечно же, может испортиться. Я потому что делала себе тоник для лица в составе с Алоэ, как раз вот с соком Алоэ Вера. И, честно сказать, очень муторно его вытаскивать, этот сок. В общем, очень классная вещь. И если, даже может заменить, я не помню, кажется, он стоил 200 рублей на 200 рублей 200 мл. Мне он чисто заменил лосьон от Ифраше такой, вот я не помню фирму, марку. Ну, вот тот, который у них, кажется, он 150 мл, он с Алоэ Вера в составе. И он идет как от для жирной проблемной кожи. Он у меня даже есть в видео о масхевах. Единственный мой масхев, как раз вот Ифрашеский этот лосьон. Я всегда его раньше покупала, и мне флакончика хватало довольно надолго. Сейчас у меня флакончика где-то 1 треть, я его усиленно пользовалась. И он у меня заменял и крем для лица, и сам по себе вот вместо даже тоника им протирала лицо. Именно как увлажнялка. В общем, вот этот намного экономичнее, он довольно густой. Ну и, конечно, не совсем удобно выдавливать. Просто я вот уже ставила его вот так вот. Кверх ногами, чтобы оно доходило до конца, и тогда можно было выдавить. Но с другой стороны, в принципе, очень удобный дозатор. Больше, чем нужно, вы при всем желании не выдавите. Хотя, при всем желании, я думаю, если сильно захотеть, то, конечно, можно выдавить. Но именно, что дозатор очень хороший. Я сейчас попытаюсь его, так сказать, засвочить. Вот такой прозрачный гель. Приятно травянисто пахнет этим самым алоем. Довольно быстро впитывается. И действительно, им можно пользоваться, допустим, вот после душа, как лосьончиком таким для тела, для кожи. Никаких пятен там или еще чего-то он не оставляет. И кожа увлажнена целый день. И еще хочу сказать, что, допустим, если вечером, допустим, его нанести, у меня обычно такая вот фишка была с какими-то лосьонами иногда или кремами для тела или для ног, в основном для тела или для ног. И утром, если вы просыпаетесь, то у меня вот иногда бывало эффект такой, что кожа какая-то, вот будто на ней что-то есть, будто она жидная, будто она там сальная или еще что-то такое. Здесь такого нет, он впитался и он увлажнял кожу. Ну, алое, оно и есть алое. В общем, я вам очень советую, если даже чисто вот на замену того же Икрашевского средства, если вы им пользуетесь или чего-то подобного. Или просто даже как увлажнялку для лица, универсальное такое средство, вместо крема, молочка там какого-нибудь. В общем, очень классное средство и я от него вообще в восторге. Когда оно у меня закончится, я думаю себе такое приобрести. Если не в самом магазине Савандри, то может быть на каких-то других магазинах, потому что в интернете я где-то встречала продажу продуктов Савандри. В общем, ссылка под видео на магазин и на само средство, конечно же, будет. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Вот мне приятно и приятно, я думаю, в самой компании Савандри. И если вам понравился продукт, то пожалуйста, проходите по ссылке и заказывайте его себе. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!